Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Как мы анонсировали, депутат Сейма, всем вам хорошо известный Сергей Леонидович Долгоплов у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Может быть, такой вопрос я задам. Во-первых, вы все-таки, если так можно сказать, один из старожилов латвийского парламента. Это как комплимент? Это обязательно как комплимент, потому что, как показала практика, ну, может быть, кто-то со мной не согласится, вот это все время попытка избрать как можно больше вот новых депутатов, да, в надежде, что состоится какое-то невероятное спасение, не знаю уж чего, но тоже себя до конца не оправдало. Может, с одной стороны, хорошо, что происходит обновление депутатского корпуса, но, с другой стороны, если совсем нет людей, которые могли бы этот опыт работы передать, то мне не кажется, что будет хороший результат, но это, может быть, мы в процессе еще дальше обсудим. Я такой вопрос вам хочу задать. Вот сейчас парламент перешел уже фактически, наверное, да, с апреля месяца перешел вот такой виртуальный режим работы, удаленного доступа, можно из рабочего кабинета участвовать в заседании, можно из фракции, можно даже, наверное, из дома, если там все подключено. Как вы к этому относитесь? Ну, спокойно. Абсолютно спокойно. На результат как-то это влияет? Ну, если говорить о самом процессе, конечно, когда, как это прописано в Конституции, это единое место заседаний, это единая аудитория, это единое настроение, это единая волна, которая там присутствует. Когда ты общаешься с кем-то по телефону, ты можешь говорить очень долго, а здесь примерно аналогия существует. Если это интернет, ты можешь видеть своего собеседника в скайпе или как-то иначе. То есть это, ну, элемент современной деловой практики. Есть один очень большой плюс. Резко сократилось количество зарубежных туристических поездок, так называемых делегаций и всего остального. На мой взгляд, это колоссальная экономия ресурсов и колоссальная экономия времени, которая идет на пустопорожние разговоры. И, как выяснилось, не всегда эти командировки, ну так, или нет, без этих командировок вполне можно было обойтись. В принципе, да? Да, всякому. Да. Вот еще такой вопрос задам, учитывая ваш тоже опыт. Много было событий во время чрезвычайной ситуации. После нее, ну, до парламентских каникул, когда парламент очень активно работал, и создавалось такое ощущение, что, ну, парламент не только не как бы потерял вот это лидерство вот принятия тех или иных законопроектов, а он, ну, фактически, идет полностью на поводу у правительства. То есть, правительство предлагает разные инициативы. Уже понятно, чем дело закончится в парламенте. 99,9% все утвердят, так как из правительства пришло. И уже депутаты по существу, ну, никаким таким возможностям как-то вот повлиять на этот процесс не могут воспользоваться. Ну, во-первых, все значительно сложнее и значительно хуже, чем даже выглядит на первый взгляд. Еще хуже. Почему? Потому что правительство, собственно говоря, тоже это такой кубик Рубика, сложенный из кучи элементов, часто с друг другом, с несовместимых. Поэтому все это решает Совет Коалиции. То есть, это еще более узкий круг людей, который, в общем-то, не наделен никакими конституционными полномочиями, но, тем не менее, окончательные решения принимаются именно там, а не в Кабинете Министров и не, естественно, в парламенте. Это печально. Поэтому роль Кабинета Министров сегодня вторична. А уж по парламенту говорить нечего, да? Ну, о парламенте говорить нечего, потому что, к великому сожалению, вот это продолжение ответа на первый вопрос по поводу молодых депутатов. Да. Молодые депутаты – это всегда очень здорово, потому что это свежий взгляд, свежая кровь и какое-то стремление внести свое что-то. Но мало того, что такое желание должно присутствовать, должен быть какой-то определенный покажет знаний, профессионализма, понимание, как выстраиваются законы, что такое закон вообще. Закон по сути своей, это всегда, во все времена, был определенный общественный компромисс. Поскольку мы сейчас в основном занимаемся бескомпромиссной политикой, то довольно сложно и тяжело проходят обсуждения законов. Даже несмотря на урезание времени для дебатов, карта и обстрелывалась, уже забыт. Мы сегодня говорим коротко, кстати говоря, это оказывается не самое плохое. И вообще, в принципе, не очень привык говорить длинно. И поэтому мне было несложно перестроиться. Но тем, кто перестроился, тоже научились говорить более конкретно, более предметно, более четко, ну и более зло. А вот надо ли говорить зло? С одной стороны, парламент – это как раз место для дебатов, но с другой стороны, не всегда вот эта агрессия, это вот то, что надо. Или это просто хочет услышать часть избирателей? Зло, может быть, я не совсем точно сформулировал свою мысль. Зло – это остро. Ну, остро, агрессивно, да. То есть заостряя проблему, заостряя вопрос, не пытаясь сгладить какие-то противоречия, которые существуют в реалиях, но я не имел в виду персональное зло. Потому что агрессия всегда персонализирована. То есть эта агрессия не вообще против того, что у нас плохая погода или тучки сгустились над головой, а солнышко зашло за тучей. Оно всегда имеет свой адрес, конкретный. Это, к сожалению, тоже присутствует, но это связано, в общем-то, по-моему, на мой взгляд, с ростом агрессивности вообще в мире, не только у нас. Вот есть ли какие-то вот решения, которые за последнее время, ну, до, видимо, до ухода парламента на каникулы, вот вас особо огорчило, может быть? Я скажу, меня очень огорчила административно-тритеральная реформа. Огорчила она не потому, что она проводится как таковая, а как это делается. Потому что если вы создаете, сокращаете количество самоуправлений, вы создаете, по существу, новые самоуправления, а каждый такой случай – это отдельный проект, который надо рассматривать как проект. Если вы, скажем, строите дом или перестраиваете дом, вы же не станете это делать как бы на уровне своих представлений о том, как это должно выглядеть. Конечно. Вы пригласите архитектора, который разработает проект, который пройдет определенное согласование, иногда бюрократическое, иногда крайне необходимое. Потом в процессе строительства, в процессе реформы у вас все равно будут какие-то коррективы. То есть это проектная основа, которой, к сожалению, нет. И самое печальное, что нынешние руководители и депутаты самоуправлений от участия в этой реформе по существу были отстранены. Единственное, какую возможность они получили, они получили возможность послушать гастролера господина Пуца, который объездил города и весь, выступая перед активом, перед населением. Не всегда удачно, надо сказать. Вот тоже такой интересный момент. Может быть, мне кажется, я не прав. Может, мне так только кажется. Вот иногда те, кто, как вы сказали, гастролера господина Пуца, иногда вот есть демократия, а есть подмена демократии. Ведь нельзя обвинить, что Пуца не разговаривал с народами из Токморской. Он поехал в одну власть, которую будет там реформировать, в другую, там объездил очень многие властей, всех выслужил, что-то сказал. Но при этом уже всем было понятно, что это, в принципе, бесполезно. Решение есть. И я так понимаю, что на заключительном этапе какие-то коррекции, конечно, были. Но они, в принципе, были минимальные и несущественные. Я помню, что вы об этом тоже с трибуны говорили. И вроде бы нельзя и упрекнуть человека, что он просто в своем кабинете что-то решил и ни с кем не пообщался. Вроде бы пообщался, но результат-то какой? Ничего же не изменилось? Мы очень часто жонглируем словами и понятиями. Да. И в том числе словом демократия. Потому что демократия, как власть народа, по сути своей в переводе, она имеет определенные формы выражения и волеизъявления. Вы пойдете на выборы, это есть форма демократии, вы свой голос отдаете за кого-то, за что-то, как-то. Вы идете на референдум, вы делаете то же самое. Вы принимаете участие в публичном обсуждении какого-то проекта, это тоже участие в управлении делами. Когда вы живете в многоквартирном доме, и вам надо решить проблемы дома, вам надо собраться и поговорить с соседями, что крайне трудно, тяжело, часто невозможно. Но это форма демократии. Этому надо учить. Этому надо учить, начиная со школьной скамьи. И в этом большая проблема, кстати говоря, заводченного или виртуального обучения в школе, потому что этот элемент полностью утрачивается. Полностью. Потому что когда вы учитесь в демократию, в процессе общения со сверстниками, с коллегами, с коллективами, с трудящимися, нетрудящимися, взрослыми детьми, стариками и так далее и тому подобное. Да. Вот еще один вопрос, который я хотел задать, это, конечно, я думаю, что вас часто уже об этом спрашивали мои коллеги-журналисты. Это все, что касается новой кадастровой стоимости и вот в связи с этим понятно, что опубликование... Это печальная иллюстрация того, что у нас как-то стало модно заниматься тем, в чем ты ничего не понимаешь. Так как министр внутренних дел вдруг закрывает проезд по мосту, подозревая, что мост находится в аварийном состоянии, или министр культуры выбирает место для концертного зала, не имея понятия и представления о том, как меломаны будут до этого концертного зала добираться. Я уж не говорю о том, чтобы его построить, он предполагает, благо этот процесс, опять же, не оплачивается из его кармана, что хорошо бы снести многоэтажное, административное, находящееся в очень неплохом состоянии, иначе там не размещались бы дипломатической эмиссии здания. То есть, это не профессиональный подход. Точно так же, министр юстиции, при всем уважении к должности, он понятия не имеет, для чего служит кадастр. Кадастр еще с времен древнего Египта, это система, государственная система учета земли, которая проводится по правилам и критериям устанавливаемым государством. Другое дело, что с последних годов во многих странах это стало основой для исчисления земельного налога или налога на недвижимость. Но налог на недвижимость и кадастр это разные вещи. Потому что, если вы хотите точно обложить недвижимость налогом, то вот для этого есть земельная книга, которая зафиксирована о стоимости той или иной недвижимости, земельного участка или с постройками, надстройками и так далее, на тот момент, когда происходила последняя сделка. Но кадастр во многом это инструмент планирования. Вот, кстати говоря, за последние 30 лет наконец у госслужащих появилось понимание, что это надо и использовать таким образом. Вот смотрите, создается земельный фонд сельскохозяйственных земель, создается лесной фонд, государственный лесной фонд. Необходимость возникает и увеличивается в отчуждении земли под общественные публичные проекты, рейл-балтика, виа-балтика и так далее, и тому подобное. Это надо. Для самоуправления эта проблема уже сегодня крайне остра, недостаток собственных, принадлежащих самоуправлению земель, она станет еще острее. Потому что, если не возникнет возможности отчуждать для публичных, подчеркиваю, для публичных нужд земельные участки, то остановится развитие. Поэтому это важный инструмент. Кадастровая стоимость, как правило, всегда бывает ниже рыночной стоимости. Как правило, ниже рыночной стоимости, ниже, в отличие от предложенной сегодня. Почему возникло это дело? Да потому что Международный валютный фонд и другие экспертные сообщества указывали неоднократно, что надо переносить нагрузку, налоговую нагрузку на капитал, уменьшая нагрузку на труд. Земля и недвижимость это капитал. Поэтому самый простой способ увеличения этой налоговой нагрузки это повысить кадастровую стоимость. Но кадастровая стоимость это база и для исчисления налога, который платит публичный сектор тоже в том числе. Включая бушину и так далее, и продажи и так далее. Это фактически сегодня превращается в бремя, в оброк, дань, я не знаю, на инвестиции, которые вы вложили. Чем больше вы вложили в то, чтобы ваша недвижимость выглядела современно, экономно, использовалась там энергосберегающие решимы, все остальное, экологически чистое, зеленое и прочее, вам надо для этого вкладываться. Чем больше вы вложили, тем больше стоимости, тем выше кадастровая. Соответственно, выше масса налога. То есть при повышении кадастровой стоимости возникает увеличение массы налоговых поступлений на недвижимость. Во-вторых, налог на недвижимость это наиболее легко взимаемый налог, потому что от него невозможно убежать. Нельзя убежать. Если вы убегаете, вы фактически оставляете свою недвижимость на произвол судьбы. И в-третьих, государство не только покупает, оно и продает недвижимость. Вот когда проходит процесс приватизации, иногда бывает и это нужно, но это да, в таком случае, это приватизация более целенаправленная, и тогда вы не будете направо и налево разбазаривать государственное имущество, а будете выделять эти земельные участки только под те проекты, которые могут оставить заметный след на экономике государства. Поэтому то, что сегодня делается, это удар ниже пояса для всего общества и для бизнесменов, и прежде всего для жителей, потому что каждый из нас платит свой налог на недвижимость. Хорошо. Вот все-таки возвращаясь... Горо, что здесь, кстати, ничего нет. Да. Кстати, возвращаясь к очень важной ремарке о том, что и публичные учреждения платят, то есть те же министерства, самоуправление, ну, за свое имущество платят налог, а как же так вот Минюс, что этого не понимает, зачем же сейчас увеличивать вообще административные расходы государства и самоуправлений? Ну, кризис. С одной стороны. С другой стороны, опять же, возвращаясь к административной реформе, но самоуправлением надо жить. Налог на недвижимость 100% поступает в бюджет самоуправления. 100%? В отличие от второго налога, подоходного налога с населения, где средняя доля поступления 80%, 20% идет госбюджет. Поэтому считается, что новое самоуправление, поскольку подоходный налог с населения уменьшается в силу обстоятельств, в которых мы сейчас живем, естественно, надежда на то, что это пополнит кассу самоуправления, что тоже порочно, потому что самоуправления будут вынуждены давать скидки с этого налога, то есть наносить ущерб собственному бюджету и собственному жителю. Да. Вот еще, может быть, такой вопрос в продолжении этого все-таки хотел спросить. Вот сейчас началась такая лихорадочная реакция правящих на вот этот проект. Премьер заявил о том, что сначала мы не допустим утверждения этой новой кадастровой стоимости, пока не будет согласована с Министерством финансов налоговые ставки. Видимо, премьер предполагает, что они будут меньше, чем сейчас, чтобы не допустить этого резкого скачка. Уже новые консерваторы во главе с самим министром юстиции господином Борденцем, который всю эту кашу его ведомство заварило, уже говорит о том, ой, давайте заморозим на 2026 год. Ну, каждая партия предлагает что-то свое. Вот все-таки на ваш взгляд, что нужно делать в этой ситуации? Забыть об этом проекте, доработать его или вообще изменить модель и действительно посмотреть, а какая сейчас, ну, если мы говорим, что кадастры ниже рыночной стоимости, а какая сейчас рыночная стоимость? Мы знаем и видим, что сейчас как раз ценно недвижимость снижается по понятной причине. Ну, просто предложение уменьшилось. Спрос уменьшается, не предложение. Предложения большие, спрос уменьшается. Спрос уменьшается. Значит, две вещи. Первая вещь, конечно, кадастровая стоимость должна быть уменьшена, а не увеличена. Это однозначно, да? Это однозначно. Второе, именно в этих условиях. Второе, вот насчет налоговой политики, вот здесь, конечно, есть над чем задуматься, профессионально подойти к этому делу. Посмотрите, нормативные акты, которые в той же Германии регулируют налоговую практику, налоговую практику и кадастровую стоимость. Это том, который предполагает разные ситуации. Вот, например, если вы владелец жилого дома и сдаете квартиры, если вы вкладываете поддержание этого жилого дома в реновацию или в ремонты и так далее, вы полностью или в значительной степени освобождаетесь вообще от уплаты налога. Это во-вторых. В-третьих, суть налога на недвижимость по существу своему. Каждый налог имеет определенное значение. Этот налог, это по существу налог на инфраструктуру, потому что, если у вас есть дом, вам нужно обеспечить подъезд к этому дому, нужно обеспечить, чтобы была подача воды, тепла, канализация и так далее и тому подобное. Если вы производство организуете, то же самое, те же требования. То, что касается общей инфраструктуры для целого ряда собственников. И для этого служит этот налог, и для этой цели он должен был бы использоваться. Тогда я вам задам такой вопрос, который тоже задают много радиослушателей, особенно тех, вы знаете эту проблему очень хорошо, дома которых, эти многоквартирные, расположены на земле третьим лицам. Так называемая проблема разделенной собственности. Ведь в эту разделенную собственность в большинстве случаев нельзя даже самоуправлению вложить деньги, чтобы асфальтировать эту дорогу внутриквартальную, потому что это чужая земля. И получается абсурд, когда люди говорят, а собственно, за что мы тогда платим налог на недвижимость? Это все правильно, но эта проблема очень многогранная, многоплановая и очень тяжелая. С одной стороны, какое есть стремление объединить собственность, то есть, чтобы недвижимость, находящаяся на земле, была в одних руках. Земля и... Экологично. Это хороший вариант, конечно, но он в условиях городских довольно ущербен, потому что вы таким образом заставляете людей отказываться от многих вещей, которые должен обеспечивать, скажем, город. Ну, например, парковки возле жилых домов. Если нет достаточной земельной площади возле дома, вы не можете организовать там парковку. Если эта земля принадлежит самоуправлению, это то, о чем я сказал, самоуправление, рано или поздно будут вынуждены скупать эту землю. Вынуждены, потому что они могут ее арендовать владельцам квартир в многоквартирных домах, потому что это тогда фактически через самих избирателей это фактически прямая демократия и избиратели и диктуют тогда самоуправлению эту политику в этой сфере. Тогда вы можете обеспечить парковки для инвалидов или для обычной парковки. Тогда вы можете обеспечить подвод коммуникаций. Тогда вы можете травку косить, не дожидаясь, пока жильцы соберутся на субботник и выйдут с косами это делать. Тогда это город берет на себя. Да. Самоуправление берет на себя. Это нормально было бы. Это нормально было бы, да. Но пока я так понимаю, что этот закон... Пока эта проблема продолжает набухать. Но нет возможности в этом парламенте этого созыва наконец этот закон о принудительном прекращении разделенной собственности. Такие законы принимались, они были приняты, Конституционный суд их отменил, потому что это нарушение статьи Конституции, защищающей права владельцев. Другое дело, что мы вставили преамбулу в Конституцию и написали, что мы социально... Государство, да. Социально нацеленное государство, но, увы, от этого никому легче не стало. Поэтому права собственников земли под многоквартирными домами ценятся в Конституционном суде выше, чем права 150 тысяч жителей, чьи квартиры размещены на этой собственности. Увы. То есть получается тупик пока, да? Пока тупик. Пока тупик. Мы, к сожалению, многие ситуации доводим до тупика, не понимая, что иногда масса этих тупиковых ситуаций может привести к взрывным ситуациям. Было бы крайне неприятно. Крайне неприятно. Вот мы видим, за примером и далеко ходить не надо, да? За примером и далеко ходить не надо. И, кстати говоря, и в нашей истории, к сожалению, тоже есть один пример 2013 года, который мне, например, до сих пор у меня вызывает очень много вопросов. Да. Вот такой вопрос, который не могу мне задать, ну, фактически в продолжении того, что вы сказали. Вот вообще меняется взаимоотношение оппозиции и, не знаю, коалиции? Мне не показалось. Я помню, что когда создавалось это правительство, помните, даже внесли в этот пункт коалиционного договора, что предложение оппозиции просто так не отвергается, только потому, что оппозиция ее внесла. А все-таки вот как-то пытается разобраться по существу. У меня не создалось ощущения, что пытается разобраться по существу, что что-то поменялось кардинально. Может быть, я не прав. Понимаете, какая штука? Сегодня пять партий, составляющие правящую коалицию, очень часто не могут разобраться друг с другом. Да. Поэтому еще оставлять время на то, чтобы разбираться с оппозицией, у них нет ни времени, ни желания. Поэтому многие вещи откладываются, перекладываются, иногда очень ускоренно решаются. Но самое печальное во всем этом деле состоит, что всем глубоко начхать на те предвыборные обещания, которые были даны. Это касается, кстати говоря, и предстоящих выборов в Иргинскую Думу. Потому что те, кто щедро были на обещания перед выборами в САИМ, эти обещания не то, что не сдержали, а более того, на них глубоко наплевали. И сейчас идут с новыми обещаниями. Сейчас идут с теми же обещаниями в Иргинскую Думу. Так что это есть тема для размышлений для избирателей. Притом зачастую интересно, что вот высказывают такие обещания, которые вообще не в компетенции самоправления. Правда ведь? Есть вещи, которые действительно решаются только на уровне правительства и СЕИМа. Ну, поскольку я уже сказал, что в принципе большинство вещей решает Коалиционный совет или как он сейчас называет Совет сотрудничества, поэтому там ведь специалистов по всем вопросам нет, и поэтому каждого свое видение проблемы и свое видение подходов к ее решению. Не могу не задавать вам такой вопрос. Я думаю, что многие наши радиослушатели уже в принципе в курсе или слышали, читали, что ваш сын тоже решил пойти в политику. Как вы к этому относитесь, обсуждая ли вы это на семейном совете? Понятно, я знаю, вы скажете, ну, сын уже взрослый, как говорится, у него есть собственные дети. Как мы тут будем ему что-то указывать? Но, тем не менее, ваше к этому отношение, потому что вы весь этот путь политический прошли. Я отношусь очень спокойно. Я, правда, пришел сюда не рекламировать собственного сына, как вы понимаете. Я просто хочу сказать, что он добрый, отзывчивый и очень мужественный человек. Он несколько лет назад перенес тяжелейшие операции, процесс восстановления занял месяцы. Это был изнурительнейший, изнурительнейший. Труды седьмого пота. Это были тренировки через слабость, через боль, через усталость. Наверное, и отчаяние где-то в чем-то. Он это все преодолел. Он настоящий мужик. Поэтому это его решение, как он с ним справится. Я надеюсь, что так же, как со своей болезнью. Да. Вот возвращаясь, может быть, к этой истории с чрезвычайной ситуацией, с пандемией, она еще пока никуда не делась. Вот все-таки, вот с точки зрения вас, как политика, как парламентария, какие уроки мы должны извлечь из этой ситуации? Я не имею в виду медицинский, разумеется. Я имею в виду, не знаю, как госуправление, взаимодействие парламента и правительства народа. На мой взгляд, как-то президент потерялся совершенно в этой ситуации. Первое, что я сразу хочу сказать, я об этом говорил, когда Сайм принимал закон о чрезвычайной ситуации. Я об этом сказал, что надо восстановить статью Конституции, которая предполагала полномочия правительству действовать в чрезвычайных ситуациях. 81-я статья. Потому что тогда отпадает чисто бюрократическая, формальная и никому не нужная процедура утверждения любой поправки к такому нормативному акту в парламенте. Это замедляет работу. Это первое. Так. Второе. Да, ну хорошо, потом задавал. Второе. Очень важно, и это было позитивно, что в этой ситуации, сложной ситуации, решения принимались, не исходя из мнений парламентских фракций и даже кабинета министров, а из специалистов-эпидемиологов. Это крайне важно, потому что именно специалисты лучше ориентируются и лучше знают, что делать в той или иной ситуации. Поэтому это второе правило, которое очень важно учитывать и в других случаях. И третье. Третье. Это все-таки показало недостатки системы здравоохранения. Вот оно... То, о чем говорила оппозиция. Это выявило то, что реформа, которая проводится уже 30 лет в здравоохранении и ничем пока не завершилась, что эта реформа, это примерно то же самое, что административно-территориальное. То есть нет проекта, какой мы хотим видеть эту медицину. И даже сейчас правительство ведет дебаты на тему о том, чтобы увеличить страховые износы. Фактически это переходит полностью к страховой медицине. Хотя в любом обществе всегда будут слои населения, которые не смогут обеспечить страхование здоровья по разным обстоятельствам, по разным причинам. То есть мы идем не по очень правильному пути. Да. Ведь мы видим даже, скажем так, вот такая страна богатая, как Соединенные Штаты, где вроде бы система страховой медицины отважна, и мы видим, насколько у них с этим проблем. И даже кандидаты в президенты, неважно какой партии, уже идя на выборы, обязательно эту тему каким-то образом пытаются осветить и рассказать, как они будут делать. Да, вот еще, может быть, говоря о этой чрезвычайной ситуации, она ведь показала, о чем мы с вами поговорили с самого начала, что можно работать очень много функций в нашем современном мире, при наших современных технологиях можно делать виртуально. То есть не обязательно ездить на работу в эти офисы, кабинеты и так далее. Но я пока не вижу со стороны правительства каких-то предложений, не знаю, по реальному сокращению госаппарата. Я понимаю, что это будет звучать популистски, но если у нас все могут работать виртуально, может быть, нам не надо такое количество департаментов, министерств, кабинетов? Знаете, для этого должна быть другая философия управления. У нас философия управления выстроена, выстраивание, простите за тавтологию, административного аппарата. Вот если появляется какая-то проблема, под нее создается структура. Ну вот простой пример, скажем, в Министерстве экономики был департамент строительства и жилища. Потом их разделились. Строительство отдельно, жилище отдельно. Но жилищные проблемы министерство не решает, оно готовит нормативную базу. Сегодня нормативная база состоит из нескольких десятков законов прямого и косвенного действия, регулирующих только жилища. И свыше сотни других нормативных акций, правил кабинета министров и так далее, часто противоречащих друг другу. То есть такой хаос законодательства, да? Опять же, это должен быть проект, который назывался бы, условно говоря, жилищный кодекс, где было бы сведено воедино все то, что регулирует жилье как таковое, как особую статью экономики, бизнеса, И там должно быть все вместе. И туда, там же можно внести и аренду жилья. А это, в свою очередь, проект. Потому что сейчас отдельно внесен закон об аренде жилых помещений. Да, вот я об этом хотел спросить. Закон, который откровенно пролоббирован банками, потому что у них скопилось большое количество квартир, приобретенных по ипотечным кредитам, которые невозможно было вернуть. И, соответственно, те, кто живет в этих квартирах, которые принадлежат банку, они являются арендаторами по сути своей. Так вот, одна норма закона, которая имеет значение и отличается от всего то, что было, основная норма, это упрощенная процедура освобождения жилплощади. Это смысл этого закона. Дальше там пошли бюрократические вещи, типа регистрация договоров аренды земельной книги, что, на мой взгляд, совершенно не нужно, потому что, если ты сдаешь в аренду квартиру, это способ ведения бизнеса, да, то есть ты сдаешь, чтобы получить какие-то деньги. Это бизнес. И, соответственно, ты с этого должен платить налоги, и поэтому регистрация предпринимательской деятельности у нас ведется в одном месте, это служба госдоходов. Ну, это отдельная статья, и в статьях, в общем-то, тема плача. Да. Вот, все-таки, вот вы упомянули вот эту 81-ю статью Конституции, чтобы могло провиситься в чрезвычайной ситуации быстренько, ну, оперативно принять те или иные поправки, но не кажется ли вам, что получается, что оппозиция вроде бы поощряет передачу вот власти, центра власти от парламента правительству в условиях, что у нас все-таки парламентская республика, и так у нее много власти через этот коллекционный совет, еще она получит? Нет. Мы говорим ведь не о ситуации обычной, мы говорим о исключительной ситуации, мы говорим о чрезвычайной ситуации, поэтому первое, что делает парламент, он принимает решение об объявлении этой чрезвычайной ситуации, тогда передаются оперативные функции правительству. 81-я статья Конституции предполагает последующее утверждение всех изменений в нормативные акты парламентом, но оперативная деятельность, потому что, если условно говоря начался пожар или началось наводнение, вы не будете созывать парламент для того, чтобы потушить горящую квартиру. Конечно, да. Вот время быстро у нас бежит, вот уже лето скоро. Я очень быстро говорю? Нет, я говорю, что время бежит очень быстро вообще в жизни, и уже скоро опять наступит осень, парламент вернется, начнется обычная работа осенней сессии. А кто его знает? А кто его знает? Может быть, это необычно, но тем не менее, все равно какая-то повестка дня будет. Все-таки, что вам кажется с точки зрения вот той комиссии, прежде всего, в которой вы работаете, в комиссии по госуправлению дела самоправлений, что будет сейчас актуальное и важное? Что актуальное и важное? Вы знаете, ну, первое, основное, конечно, как пойдет административно-технициальная реформа. Там еще не начались и не закончились рассмотрения в конституционном суде. Да. Это особо статья, но сама в себе реформа была необходима. Как она сделана, это другой разговор, но она все равно пойдет. Поэтому очень важно, чтобы был парламент контроль за осуществлением этой реформы. Это первое. Второе, все-таки, комиссии, в которой я имею честь работать, жилищное законодательство очень важную роль играет и важное место занимает. Поэтому эти вопросы также должны, на мой взгляд, быть продолжены, не просто продолжены, а более активны, более зло. Вот здесь я опять употреблю то слово, с которым мы начали наш разговор – зло. потому что здесь, видимо, другого отношения быть не может. Я задал вам такой вопрос, вы уже упомянули, об этом нельзя не сказать. 29 августа будет очень интересный, такой необычный процесс после рост Паскорежской думы. Но меня что, ну, слово, может быть, поразило не то, мы давно с вами наблюдаем за политическим процессом. Вот все-таки Рига у нас всегда была испокон века таким, ну, многонациональным городом, мультикультурным, называйте, как хотите. Меня поразило, что три, ну, одни из ведущих партий, опять-таки, не буду сейчас их называть, они в своей программе в городе, где фактически население так, ну, по родному языку, ну, практически 50 на 50, да, разделилось. Они говорят, что мы, условно говоря, покончим с образованием в детских садах на языках нас меньшинств. Ну, будет только на латышском. Это они говорят в городе, где половина населения, ну, фактически представителя национальных меньшинств. Ну, что-то я не понимаю, но это какой-то, мне кажется, какой-то полный регресс политического процесса, потому что мне тяжело представить, что, я не знаю, в Дании, где есть немецкое меньшинство, или, наоборот, в Германии, где есть датское меньшинство и соответствующие детские сады и школы, где бы политики, серьезные политики, не маргинальные, шли на выборы и говорили, мы вам, избирателям, покажем, мы не дадим вам даже в детском саду на русском языке разговаривать, или там, не знаю, соответственно, на датском, на немецком, но это же какой-то нонсенс. Вы затронули очень важную тему, я в самом начале об этом сказал, о непрофессионализме, он, к сожалению, на всех уровнях, когда я говорю о том, что министры занимаются тем, в чем они не разбираются и не понимают, то же самое делают и кандидаты в депутаты, и партии, которые выставляют свои списки. Рига, как и любой город, как и любое самоуправление, это сложнейший механизм, сложнейший механизм, сломать любой сложный механизм, никаких проблем, построить, это всегда проблема. Поэтому я не понимаю очень многих вещей, я не понимаю, как можно не любить свой город, свою столицу, потому что только этим можно объяснить, скажем, те нападки на Рижскую думу, это абсолютно неоправданные нападки, потому что за 10 лет в Риге сделано очень много, очень много, и социальная система, и проекты реновации школ и тех же детских садов, и масса всяких других вещей, которые люди чувствуют. Я не хочу сказать, что все было идеально, и все было очень здорово и очень замечательно. Есть масса ошибок, Так, кстати, говорили публично, да? Ну, перечеркнуть все то, что сделано, а так, например, выглядит листовка явно уверенна, где на одной стороне портреты, простите, морд кандидатов, а на другой стороне большой крест, где перечисляется, что нужно сделать для того, чтобы вычеркнуть то, что было сделано за 10 лет. Это глупо, это глупо, потому что есть проблемы, действительно проблемы в городе, ну, например, скажем, безобразное состояние с ремонтом мостов, путепроводов и дорог. Это нельзя не заметить, нельзя об этом не сказать, да? Да, но это общая ответственность Думы, это ответственность Думы, бесспорно. Также неудовлетворенность рижан, скажем, крупнейшие в Европе обслуживающие компании Риггсеном Парвалдекс. Оно есть, оно присутствует. Там нужна структурная реформа для того, чтобы этот бизнес или это направление деятельности давала эффект для горожан прежде всего. Поэтому это очень важные моменты. Этим надо заниматься. И об этом надо говорить. Если правящая коалиция в Рижской Думе делала ошибки, их надо признавать. Но там, где их нет, то там не надо себя бить коленом в грудь. Когда идут нападки на Рига с Атексами, я должен сказать, я много что видел в Европе. Общественный транспорт Риги один из лучших, если не самый лучший в Европе. Что бы там ни говорили, да? Что бы там ни говорили и как бы там ни говорили. Но отличие одно, скажем, вот я был в Бордо, изучал как раз работу общественного транспорта, еще в бытность вице-мэра. Для того, чтобы пустить низкопольный трамвай в Бордо, государство выделило почти миллиард евро на закупку подвижного состава. Из Европейского Союза был выделен миллиард евро на постройку путей. Вы мне можете назвать хоть один пример такой помощи государству, правительству, столице. Я не вижу. Как раз наоборот, Ригу наказали за то, что она закупила общественный транспорт. Это идет непрерывно. И, кстати говоря, не зависит от того расклада, который существует в Думе. Я много лет был депутатом городской Думы, и я это чувствовал на своей коже. Независимо от того, был ли мэром Биркс от Националов, Аксенок от Нового Времени, или Бойерс, социал-демократ. Отношение к Ригу всегда было такое. И это глупее не придумаешь. Вот один только пример. Все кричат «Золотой мост южный». Он действительно золотой. Почему? Потому что половина стоимости моста это стоимость денег, которые государство не одолжило городу, а город, городостроители были вынуждены одолжить в зарубежных банках. Эти деньги еще сегодня идут в качестве расчета за построенный действующий мост. А эти деньги могли бы идти в государственный бюджет с надежностью, стопроцентной. То есть, Рига имеет прекрасное, ну, не прекрасное, но достаточно стабильное финансово-экономическое положение. если бы госкасса выдала эти деньги… Абсолютно точно. Абсолютно точно. Мост бы стоил наполовину дешевле, а государство вернуло деньги от самоуправления, которое оно дожило. Где государственный подход? Где патриотизм, если хотите? Я просто не представляю себе. Это даже не глупость, это наказуемая глупость. То есть, это уже граничит с преступлением. Да, правда. Да. Да, правда. К сожалению, вот на такой печальной ноте вынуждены были закончить наш эфир, но… Жизнь все равно прекрасна и удивительна. Я убежден, что на выборах в Рижскую думу все-таки здравый смысл победит. Да, ну и я тоже на это надеюсь. Сергей Долгополов у нас был в студии, депутат Сейма. Большое спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok